Здравствуйте! У нашего замечательного драматурга Островского есть такое замечательное произведение «Лес». Такая вот у него пьеса. И вообще Островский был театральный деятель, он начальником был большим в Малом Театре в Москве. И он по этому театральную жизнь очень разбирался. И у него часто очень персонажи были актеры. И вон там два актера счастливцев и несчастливцев. Несчастливцев – трагик, а счастливцев – комик. И вот, значит, идут они в лесу по дороге, встречаются там, рассуждают о жизни, о театральной судьбе. И несчастливцев жалуются счастливцеву. Говорят, что вот трагиков сейчас настоящих нет. Вообще сейчас, в наше время, трагика – это уже не амплуа, но не существует. Вот таких вот трагических ролей, чрезмерно пафосных, сейчас уже нет. Сейчас даже трагедия играется как драмы. То есть поближе к человеку. Нет такого пафоса древнегреческого. Но это не важно. Вот, говорит, сейчас, в комике много образованных пошло. А ты вот в трагике попробуй. Ну, понятное дело, в ту пору образованные люди тоже были недостаточно востребованы. И шли в комики, в театр. Комедию-то ломать каждый умеет. Так вот, очень интересный факт. Факт, так сказать, статистически значимый. Факт такой, что, вообще-то говоря, очень много актеров, амплуа которых был, ну, скажем так, комик, клоун, даже лучше сказать, они вполне адаптировались в качестве актеров драматических. Для них не было проблем. Ну, вспомните у нас Юрий Никулин. Это же театральный, это цирковой клоун, простите. Как это называется? Коверный клоун это называется, амплуа. В комедиях играл, всяких балбеса играл, да? И потом уже он играл в совершенно драматических фильмах, в такой очень серьезной, драматической роли. Выдающейся, кстати говоря, роли. Так вот, обратного процесса в истории человеческой культуры нашей не замечено. Не было такого, чтобы человек, вот, драматический актер, а потом пошел в клоуны, стал комиком. Нет такого. Вот нет и все. Вот не знаю, какое такое свойство. Вот какая-то такая система, что-то типа ниппеля. В одну сторону преобразование возможно, а в другую сторону невозможно. Кстати говоря, словечко клоун у нас есть в русском языке и слово шут. Вот когда мы читаем или у нас ставят в театре Короля Лира бессмертную трагедию Шекспира, так вот, там есть такой персонаж шут. На самом деле, в английском тексте он называется клоун. Клоун. Вот эти самые клоуны в западной культуре. Ну, вообще, вот у нас клоун – это такой весельчак, смешной объект, очень такой любимец детворы, дети его любят, они с ним любят фотографироваться в фойе цирка. Это вот такой вот у них, так сказать, приработок у клоунов – фотографироваться за детьми во время антракта. А у них, я имею в виду в Соединенных Штатах, я сужу, конечно, не по Соединенным Штатам, а по американским фильмам. У них есть даже такая фобия, клоунофобия. Люди боятся панически клоунов, они не выдерживают, им становится плохо при виде клоунов. Фобия, фобия – это называется медицинская расстройство такое. Клоунофобия. Говорят, что здесь все дело в принципе некотором. Вот в американской психологии, психике американского человека, у него клоун ассоциируется с неким обманом. Какие-то вот европейские средневековые, так сказать, мистерии, в которых вот такое преображение некого такого вот без лица человека, смешливого, клоуна и сазер в душе злого на самом деле. И вот видите, вот вроде бы наша культура очень близки, мы любим смотреть американские фильмы, но вот отношение, оказывается, к такому простому объекту, как комик, у нас, у американцев совершенно разное. Вспомните, сколько много фильмов есть, которые есть, посмотреть, где клоун – это некий объект ужастика, некое существо, творящее зло, оживший клоун, кукла или вообще что-то в этом роде, преступник-клоун. Вот такие вот вещи. Ну, спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, до свидания, всех благ. Продолжение следует...